Ну теперь мы с вами попали на серебро-светский ремонт. Здорово, да? Ой, как здорово, но все равно, каждый год становится все беднее и меньше. Вот, такая тенденция налицо. Почему? Сады в Черемушинске это лучшее место на земле. Вот, где не надо ни одного песика вообще укрывать. Сады не поливают, огороды не поливают. Регулярно с неба льется это. Может быть дождаться парши, гриба парши, потому что если избыточная влажность, тогда там не каждый яблонь не выдержит и каждый груш. Но, в прошлые годы вы видите груши, вы видите яблонь. Значит, синимая сама идея. То есть, наверное, когда-то сгнили сорта, покрылись манили, покрылись грибом. Это парша. Паршой это тоже гриб. Парша это гриб. Вот, а может это та же манили, в разной стадии развития. Вот. И теперь, пожалуйста, вот учитывая там, вот я как бы собираю по крупинке эти, там настолько сырее, смотрят, вон они тучи. Дождей же, так нам даже бывало месяцами не заглядывать. И одна туча. А там лед идет. Поливать не надо. Красота. Да. Произошел естественный отбор. И вот если вы видите чистые груши, вот они. Чистые яблоны. Я не к вам обращаюсь. Я все время думаю, ну слышите вы меня, те самые. Вы видели, что нет парши. Видели? Видели? Это уже не каждый сорт. Это уже отобраны. И вот когда, говорят, эти все институты, университеты, те, которые имеют отношение к селекции, они почти все имеют. Вот. И когда говорят, мы все новые сорта, мы скрещиваем тот, который боится манили, с тем, который не боится манили, мы получим новый сорт. Он будет обладать качествами от одного взлет. Красоту, красоту, крупность. А от другого, она не эта самая, сопротивляемость манили. Ребята, опомнитесь. Хватит херней заниматься. У вас вся Москва покрыта паршой. Была. Четыре года льнул дождь. Это первый месяц четвертый год лил. Все сады, включая температура. Все в парше. Все в парше. Все. Все яблони, все груши. Смотрите, страшно. Урожай загублен вообще. Вообще весь урожай Подмосковье и Москва загублен. Ну, наверное, вам не обязательно ехать в Червушке, в Хакасе. Ну, наверное, кто-то из ученых должен не скрещивать сорт А, сорт Б. Нет. А вы по тем же садам поищите, и вдруг окажется. Велкие палки. Кругом все пошли, а на этом дерево нет пошли. И сорт приличный, и плоды приличные. Это вот дяблони, груши, анлютель, абрикос. А? Начинаете с ними работать уже как сразу чередки. Больше никаких этих. Никаких встреч. Я вам экономлю миллионы, миллиарды. Прислушайтесь. Червушки, это народное, это, это народное творчество. Садились все подряд. То, что сейчас есть, это уже это чудо, ребята. Это чудо. Ну. Когда меня услышат? А скорость какая? Это женщина, хозяйка вот этого чуда, отказалась позировать. А вот я вам найти, открыть кошелек, найти такую сумму, что не только позировать, скажем. И адрес каждого дерева сад, вот. И продаж вам каждое дерево, по принципу, вот тебе хозяйка на каждое дерево 10 тысяч за дерево. А мало, 100 тысяч за вот эти деревья, которые не боятся манили. Не боятся, видите. Вот. И тогда к нему не подходите, а теперь казенная государственная. Деньги мы вам дали государственная. Табличку сейчас приедем к вам. Собирайтесь эти самые, свои крупные. Нам некогда. Аж поехали к вам в сад. Значит, пока не раздумывали. Мы вешаем, у меня же табличка готова. Значит, охраняется государством. Не подходить. Вот так. Чтобы в ближайшие 2-3 года собрать с этих деревьев все сеньки и все плоды. Точка. Ну, я уже знаю, это еще одно обобщение. Одно из заблуждений. После коричьих обрезков, это не все знают, а почти никто не знает. Предсмертный урожай, предсмертный. То есть, резали, резали, резали. Чего это делать вообще? Так вот как резать надо, резать. Вот. А потом, это было много, очень много цветов. Очень большое урожай. Ускалеченное дерево. До следующего года оно мертвого. А не каждое дерево еще мертвого, допустим. Соседнее плохо, колесит, плохо, колесит. И оно не погибло. И опять покрыто цветами. И, ну, против, это же дерево дотормалось, что-то рожая. Не понимаешь, что причина в этих... То, что оно погибло от рад. Так. И тогда появилась наука. Первое. Обрезки улучшают урожай, увеличивают урожай. Вот. И второе. Чтобы все-таки оно не наторвалось, оно, видимо, наторвается. Не понимаешь, что они ничего не собирают. Вот. Надо это тогда брать. И каждый второй, каждый третий, этот сам, встать на стрелинку, оторвать, 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 оторвать. Вот. Уперска, 9, оторвать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятый цветок оставить. Опять оторвать. Это все серьезно. 1, 2, снова 9. Десятый оставить. Все. А то будет перегруз. А то это самое. И даже не понимая, что даже цветы, оторвая, это тоже оторвание цветов. Так же, как и прищипывание побега. Есть еще скручивание побега. Просто это самое. Отщипывание. Потом просто обрезка. Все это виды обрезки. И даже когда вы отрываете плод, это тоже вид обрезки. Вы его с мясом оторвали. Не дали упасть. И когда вы даже, как это, персик на 9 цветочков, а 10 оставили. И дерево заболело. Это 9 ран. Кроме, мы их понимаете. Ну и сотни были. Все дерево вот так. Раз, раз, раз. И ждете, что 10 будет яблоко вот такое. Вот такое вот. Ой, абрикос. Дай яблоко. А вы смотрите, а нет ничего. Как мне сказали, что 9 отрагом. Пусть будет каждое 10. Но что-то это будет. Во! И все равно будет много. Так. Сейчас я это самое. Уберем тут одно насекомое. Я его сейчас спрячу, а потом выкину. Я всегда так делаю. Я никогда насекомое не убиваю. Все крылья. Ну, вы видели, на экране сейчас бегало. Так вот. Не подходи дерево. И тогда пусть будет много, но мелкие. Но это лучше, чем хотите часть урожая убрать. А оно и без нас уберется. Ну, это хорошо, что он вообще урожая будет. И вы вот это... Щипайте, щипайте. А даже если не щипать, у вас и нет. Так, еще одно вот сейчас спасать будем. Вот так, подлезай сюда. Вот. А то выкину. Сейчас, накроешь, чтобы он оттуда не был. Я берегу каждую бесконку, даже те, которые имеют противное название. Это мой принцип. У них счастье жить меньше нашего. Право жить меньше наших. Это мы тут специальные люди на плане. Вот. Так осталось нас ведут. Помните, письмо не надо прощать. Я сейчас повторю. Уже. Я знаю, что кто-то уже отключился, кто-то сначала слышал. Два часа это долго, я понимаю. Кто-то уже отключился, а кто-то проключился. Вот. Потому что, обычно в случаях, когда только оно закроется, прошло то, что все все дегоносно. А народу на диет. И они заходят и выходят. Поэтому я сейчас в случае повторюсь. Итак, друзья. Я повторяю все обещали. Значит. Делаем эксперимент. Так как вы мне запретили. Прекращать вебинары некоторые довольно требовательно. Потребовали. Вот. Значит. И естественно, что я бы не отказался от лишних 100 рублей. Только потому что, чтобы кто-то прислал. Потому что это для кого-то даром, а для кого-то не даром. Раз. А это, во-первых. Ну, это я намекал, это не обязательно. А второе. Попробуем проводить их в воскресенье. Также по московскому времени. 16 часов. Потом в понедельник. Что делают москвичи? Диагосодная масса. Наших садоводных. Что делают? Стоят в рогах в это время. За качество рабочий день. И каждый говорит, я посмотрю потом. А потом смотришь. Новые заботы. Вот. Поэтому попробуем в воскресенье в 16 по Москве. Ну, это будет цель, понимаете. Сибирь это будет. Ну, рай это будет. 6 вечера. Сибирь. Сибирь и Сибирь это будет. 8 вечера. В Наталье и Востоке вообще будет 10-11 вечера. Попробуем. Если народ уплевается. Значит. Мы с вами. Хотя бы немного. Вы правильно угадали. Вы. Для вас. Это как бы полезно. Вот. Посмотрим. Теперь. Значит. А. Еще такой момент. Не могу показать. Это не фотография. А. Роль. А ролики я никогда не включаю. От этого у меня появляется проблема. Расходятся звуки и изображения. Расходятся по времени. Поэтому. А там. Значит. Один из волшебников. Его зовут. Боже знаете. Олег Крыльевич Мезина. Он опять получил урожай першиков. Першики. Неоднозначные урожай. Как. Который в прошлом году. Он этого прошлого не урожая. Или его. Или это. С башкирией. Или это. Я просто взял для примера. Или это. Макаров в подрускове. Кого кто-то из вас. Тут не так важно. Потому что все первые одинаковые. Вот это. Четыре года плодоношения. Ой. Четыре года до плодоношения. Бах. Сени издает вот такие урожаи. Смотри. Четыре года до плодоношения. Это просто первая фотография. Одна я показывал. Теперь вторую. Вот. И вот у меня это. И мы договорились, что эти косточки, а так как они мои. И поедут ко мне. Я их продам. И деньги по-братски поделим. 50 на 50. Так? Я имею право. Потому что это же Хасанский. И вдруг он мне сегодня заявляет. Это многие из нас ждут косточки. Именно Хасанского ждут. Он заявляет. Там, по-моему, 80% будет Хасанского. А Бросского? Может уже не высылать? Сейчас. Ты же ошелел. Олег Олегович, ну подумай сам. Ты живешь в Брянске. Брянске, извини, это не Краснодар. И не Сочи. И не Дес. Ты живешь в Брянске. У тебя получился прекрасный результат. Прекрасная работа. У тебя же сам жалов. Такие были заброски. Ну, хорошо. Ты получил 54 дерева. Ты получил на них, ну, не равномерно, но получил прекрасный урожай Персика Бросского. Так и что? Он что, косточки ему выбросил, что ли? Это что у нас именно они в этом году стали лидерами. Они деревья не замерзли. Сельцы непривитые. Деревья не замерзли. Вот. Перенесли заморозки. И что? Так же точно произойдем, как эти самые. Самое главное, что мы не будем писать, что помните на этих, уже битвущее название таких. Вот. Или Персик Осадский. Нет. Человек увидит. Что? А у тебя их там 200 или 250. Что увидит человек? Он увидит надпись Персик Бросского. Вы кого-нибудь обманули? Нет. Готов 100 рублей заплатить. За косах. Гонима нету. Все честно. Мы же никого не обманываем. А то сразу. Вот это. Персик Бросского. Это же не Хасанский. А он что, хуже, что ли? Пришли мне фотографию этого Персика Бросского. Ну так получилось, что ты прислал ролик. Ну, Олег Олегович, привет. Я надеюсь, нормально объяснил. Вот. А это Персик Броссик. Этот самый. Мощь созревает. Смотрите на дату. Фотография сделана 4 дня назад. Это Хасанский. Так. Ой, какое хорошее письмо я получил. Всегда, когда находятся те, которые... А прислал ребрика. Ну, а ребрик этот Александр Алексеевич. Это главный редактор журнала. Вот. Это один из тех, кто меня поддерживает все эти годы. Да, вот он пишет. Здравствуйте, Валерий Константинович. Кое-кто в народе понемногу соображает. Газитель «Дача», номер 16. 23-й год. Нашел статью с одного доопытника Евгения Симонова. Кстати, я пытался найти переписку Симонова. Ну, это, наверное, давно было. Или не там еще. До боли знакомо. Вот. И вдруг он пишет. Не режьте вы корни саженца. Там есть некоторые догадки по поводу того, что вы давно и четко изложены. Вами. Мной. Давно и четко изложены. Александр Ребрик. Вот. Вот это интересная вещь. Значит, на всякий случай, уже времени мало осталось. Но я всегда копаю до самого дна. Дело в том, что питомниководство – это профессия. Это профессиональная работа. Вот. Но приемы, принятые питомниководству, перешли автоматом в любительское судоводство. Помните? Выкопали, отрезали корень, посадили. Выкопали, отрезали корень, посадили. Выкопали, отрезали корень, посадили. И теперь только в это. Готово это. Корень готов к продаже. Но человеку, который у себя посадил, на каким его надо выкопать и отрезать корень? Но я вам приводил примеры. Это есть в книгах старых. специально выкопать, отрезать. И вдруг появляется статья Евгения Симонова. Не помню, Евгения, знакомого, не знакомого. Ну, да более знакомое, понимаете. Вот. Но это же здорово, что я не один. Еще раз говорю, поодиночке сходят с ума. А они до сих пор корень подрезали, посадили. Вы получите... Это называется улучшение корней. Отрезать центральный корень, это то же, что с серпом по яйцам. Я уже прямо говорю открыто, своими словами. Это что мужику отрезать серпом яйца. Это то же самое. Понимаете? Извините, что я когда волнуюсь, я не выбираю выражение. Корень уходит туда, пытается антифризом. Я уже термин придумал. Это от меня пошел термин. Не просто раствор. А я вам говорю, металл-химик. Я гидрометалл-химик, а дальше химик. Антифриз. Чем глубже, тем это. Меньше замерзает. Чем более низкой температуре замерзает. Вот так вот, если я правильно вам объясню. И, наконец, еще важнейший момент. И опять. Я устал 20 лет, долблю и все одно и то же. Потому что это невыносимо. Это смотреть на это предательство. Это невыносимо. Вы понимаете? Меня близко туда не подпустят. Почему? Потому что они рекламируют все вот эти бесконечные. Это целый пол, целый час они сейчас садить будут. Заполняя яму всяким дерьмом. Понимаете? Это рекламная статья. Это ради того, чтобы продать. А если они искренне верят, что это поможет, то они ошибаются. Ой, как ошибаются. Хорошие ребята. Кстати, саженец дебильный. Мне вот это поражает. Вот дебильный саженец. Разве такие саженцы саженцы? Они где-то готовы взять. Перед этим вырастили. Я говорю, если вам попадет такой саженец, то бейте по морде. А это что, не дебильный саженец? Всегда, когда смотрите, вы видите ветки. Это же лето. Вы же не видите, что кругом зелено? Что кругом листья. Видели? А здесь листьев нет. Это значит саженец, уродливый и инвалид. Годом раньше он настолько, значит, перенес плохо. Он же двухлетка. Плохо перенес настолько, что у него погибли все эти почки. И у него получилась вода одна, один скелетная веточка, одна, да? Вот. И на кончиках вот эти. А здесь ни черта нету. Это инвалид глубочайший. А где им взять нормально-то? У них все такие инвалиды. А потом дай Бог, чтобы какая-то часть выжила. Но перед этим надо подумать, что ты натворила? А теперь идем в разъяснение. И мы, наверное, закончим на этом. Смотрите. Важнейший момент, ребята. Можем просто сказать. Не давайте в яму ничего. И не ройте вот такую яму, достаточно такой. Ну, почему вы мне поверите, ведь если у них просмотр реплика? Александр, ну, подтвердите. У них сотни тысяч просмотров. У них миллионы просмотров. Как отучить? Помогайте, ребята. И вот появляется статья. Внимание. Это продолжение вот это. Вот. Я с трудом догадываюсь, но, по-моему, это Сиванова. Тоже его же продолжение. Причина неудачи, неудачи в яме. Еще одна причина не слишком удачи при желаемости саженца. Это избыточное количество удобрений. Избыточное. Казалось бы, чем больше питательных веществ мы в яму положим, тем лучше дерево. Ну, правильно же. Вот попрят. Но мой многолетний опыт показывает, что это не так. Это не я, это он. Растения могут получить ожог корней. Кроме того, минеральное удобрение создает убийственную среду для полезных почвенных... Вот. Видели? Видели? Я же говорю, я с ума не сошел. Но ее с ума не сходят. Минеральное удобрение создают убийственную среду для полезных почвенных микроорганизмов. Дальше человек пишет. Не я. Я всегда тошный. Много литературы перелопатил на эту тему. Мне хотелось найти подтверждение в ее догадке, но я нашел. Сотрудники одного НИИ садоводства также пришли к выводу, что минеральное и органическое удобрение, внесенное при посадке, негативно влияет на проживаемость санкций в средней полосе России. Негативно. Не преобладая средней субъемки при посадочной заправке, я мне только не нужна, но и опасна. А, да, Евгений Симонов. Вот. Видели? Я не один. Но давайте уже быть до конца. Я цепляюсь теперь в чем. Он молодец. Он написал статью. Он пропагандирует так же, как я. Но где это? Почему, если эти сотрудники одного НИИ пришли к такому выводу? Где ваша работа? Почему вы не устраиваете настоящее это? Мы пришли к выводу, что все это ошибка, все это дурь, все это убивает деревья. Вот это, вот это. Все это убивает деревья. Ну, мы решили так. Ну, мы научные сотрудники. Вы должны выходить на свое руководство, на всю страну уже, на это кричать. А почему тишина? Почему усадьба? Да потому что это опять деньги. Деньги, деньги, деньги. Она посадила на смерть саженец, зачем яму. А сотрудники НИИ должны были уже какие-то свои межрегиональные там встречи, свои межсобойщики, выйти на президента Академии наук, на министра сельскохозяйства, на министра науки и высшего образования. Надо прекратить это подлое ваханалию. Ну, умнейший мужик написал. И даже на науку сослался. А толку-то? Да, ведь это же настоящее это. В России, это же федеральный канал. Сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Я всегда жду новостей. Наталья Н. прислала 200 рублей. Спасибо, Наталья. Я уже догадался, почему. Вот сейчас девочка... Я уже поднимаю этот вопрос. У меня даром ничего не достается. Вот сейчас девочка, студентка. Она была студенткой техникума. Сейчас она студентка института. Вы догадались, какая у неё стипендия? Она сейчас, сегодня. А может зайти туда? А, Юрий, брат мой, ей надо выставить какие-то данные. Она опять на канал не может почему-то заходить и работать там. Вот этот канал. Вот, видишь, это твои, вот это ты делал. А теперь она должна была два фильма разместить. Я ей должен заказы по 200 рублей заплатить. Вот. И сейчас пришло от неё это, и такое известие. Дай я тебе сейчас почитаю. А, ладно, всё равно мы скоро закончим. Я тебе это... Вы поняли? Вот мне 200 рублей прислали. Это кто-то пожертвовал 200 рублей вместо меня, которое получит девочка, которая учится на компьютерах и уже умеет фильмы монтировать. Вот. Тут есть фильмы, в том числе. Вот. Некоторые фильмы её. Только плачу я. А теперь это... Нашёлся человек, Наталья Н. Которая заплатила. Спасибо, Наталья. Это не лишний разговор. Вот. Хорошо быть, брактруистам. Только вот почему-то государство на нас внимания не обращает. Приходится чуть ли не с протянутой рукой. Так, на чём мы остановились? Сейчас будем заканчивать. Значит, вы уже догадались, что когда человек ссылается на науку. И ещё раз. Давайте уже. Ладно, пройдём чуть дальше. Вот, смотрите. 8 августа. 8 августа со съёмки телевидения в моём саду. Подготовка. Вся. Весотой огромная яма. А здесь вместо 7-8 наименования бывает 10. Вспоминаем. Керамзит, доломитовая мука, битый кирпич, речной песок, перегной, полный набор удобрения. Калины, посварные, натриевые, кальцевые, азотные. Я уже 5 пальцев загнул. О, 10 загнул. Вместо этого я же выкопал ямку. Тут рядом, буквально в 10 метрах, кто видел этот фильм, который параллельно я снимал полина с телевидением. Мне помогали снимать. Значит, мой фильм вы видели. Я выкопал сливу, кажется. Ставил сюда. Ставил. Вот. Ну, скоба в землю вот с таким. Поставил. Значит, чуть-чуть подгрёб. в высшей точке сама слива. Пол кроны отрезал и полил. Всё. Это заняло несколько минут. Вот. А вот это ещё раз. Это часами. Это сребреники. Это сребреники. Вот. Она хороший человек, наверное. Хорошая мать. Но она не понимает, что она вредит всего с удовольствием. Только потому, что там просмотр сотни тысяч. Понимаете? Вот. А вот это за это за несколько минут. Мне никто не заплатит. Даже если телевидение приедет. Вот. Эксперимент. Эксперимент простой. Берём тысячу. Это легко. Помните, я показывал там это из тысячи у Сергея уже сло тысячу бальзорских этих сельцев. Савельцев бальзорского абрикоса. Вот. Берём эту тысячу делим на это. Ну, ладно, сто. Чтоб не пугать. Вот. Какой-то не сто. Пятьдесят в ябре вот такие. Пятьдесят это тут не видно, но тут полно этих. Не только вот эта вот тележка. Тут много чего. И здесь полно. Смотрите, сколько всего. Вот. Пятьдесят таким образом. Повторяйте это. Довольно лукавки, 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 лукавки. Пять видов удобрений, навоз. И вот тогда а пятьдесят ничего. Пятьдесят вот так. Ну, а это-то ради всей страны. Я к кому обращаюсь? Кто-то из наших должен однажды стать министром или академиком. И провести его. Это пройдет десятилетия, не раньше. Сейчас настолько въелось в нас вот это торгашество. Продать, продать, продать. Да разве японки говорил, Леон Александр Савельевич давайте запустим сюда, вот сюда. Пусть она показывает на телеканале усадьбу. Но если нет, рекламировать, не пустят туда вообще, даже на порог не пустят. Скажет менту, который стоит у входа. Не вздумайте пускать, она нам все разорит телевидение. Ведь скажете, ничего этого не надо. Попробуй продай после этого. Хотя я предлагал все языком подвести с ее опытом уже с ее практикой ученой и в том еще есть любительская железовская. Какой пользы может быть? Итак, 50 вот так, 50 в ямы вот. И пустя года пройдет, но бедно будет результат. пройдет. С